Доброе утро, товарищи не спящие в Сиэтле. Я не знаю, где там кто не спит. В любом случае, доброе утро. Второй день ланд-финала турнира Red Bull из Sports Champions League 2013. Мне бы кто Red Bull принес. Было бы намного круче. Смотрим мы с вами. Напомню еще раз, что это подгруппа B. И вот так вот выглядят турниры таблицы на данный момент. Тонг-фу, две победы в двух матчах. Rising Stars, две победы в трех матчах. LGD Int, одна победа, два поражения. В том числе и у Rising Stars. Вот так вот. Что-то Сирио не тащит. Что-то Сирио не тащит. Да, XP-Y, три поражения, но они уже вылетают. Вот ДК, у нас пока одна победа в одной игре. И Rattlesnake еще не стартовали. То есть расклад такой, что Тонг-фу, Rising Stars и ДК, скорее всего, из этой группы выходят спокойно. А вот LGD Int придется бороться с Rattlesnake. Как-то вот так. Ну, хотя Rising Stars могут сейчас напроигрывать. Ну, короче, в любом случае... Посмотрим. Че, сейчас догадать. Видит, Веспа забрали? Супер-то, молодец, урвал нужного героя. Ну, в прошлой игре тоже они им дали Веспа в команде ДК. Они забрали и абсолютно спокойно выиграли. Ну, подыграли, скажем так. Подыграли. Все куплено. Играли не с самыми крутыми пацанами во вселенной. И че-то Бернинг задумался, что ему делать. А почему Алхимика стали банить? Алхимика забанили, потому что, наверное, не хотят против нее играть. Я не знаю, почему забанили Алхимика ДК. Вот вообще не знаю. То есть, в прошлой игре они его брали. Почему его забанили сейчас, я вообще не имею малейшего понятия. Вчера мы, кажется, комментируем. Ну, вроде как фармила, как фармила. Ну, ничего особенного. Именно, что там... Это не Магнус с офигенным мультом, не Бэтрайдер. Особенно Магнус, да? Ну, окей, тогда почему забанили Наку? Кстати, да. Да, че-то... То есть, у нас есть такой супер-классник. Ни недели доту не смотришь, и все меняется. Медведь. И лайфстилер, и медведь. Ты же читал уже обновление за 11 июля? То есть, сегодняшнее. Да, читал, что новое. Абадончик? А, ну, Абадончик, да. Ну, это же он только в... Ну, в тест-доте. Тест-доте. И на турнаменте тоже не будет пока. Да, на турнаменте до интернешна уже ничего нового не будет. Но все равно же приятно. Не, ну, оно да, то есть, оно бесспорно, конечно, приятно. Посмотрим. Что с этого получится? Так, ну что, ДК, че так долго думаете? Забираем медведя, и все нормально. Ну, а там сейчас заберут хаус-кнайт, и что-то делать будешь? Выигрывать. Это тяжело. Не, ну как тяжело? Здесь все нормально вообще. Ты медведь, ты фармишь 50 минут. Стылай-стиллер, ты сидишь в медведе и фармишь 50 минут. Тут тебе на базу прилетает хаус-кнайт с ультой. И висп, и убивают бараки. Ну, это да, это минус стратегии против... Ну, то есть, всегда в любой стратегии есть свои минусы, как бы, да? То есть, не надо их недооценивать. В стратегии в астиллер-медведь этот минус уже есть в разных старцах. Не, ну это да. Ну, в любом случае, все равно они отдают хаус-кнайт, и говорят, хотите, забирайте. Хаус-кнайт, да кого угодно забираешь, да? Тут, кстати, пса под виспа отлично стакается. Ну, это да, только вот брать ее прямо сейчас. А что вы, это, уже боялись? Ну, типа да, что было вообще очень страшно. И фаст Рошана забирать. Да, ну, последним, последним. Когда последний раз китайцы забирали Рошана до крипов? Я думаю, они даже не знают, как это делать. Вот, вообще не знаю. Так, Darkseer, Rising Stars. И вот сейчас что-то вообще я начинаю вспоминать. Когда же последний раз был Рошан до крипов? Кто-то в интернетах вспомнит? Именно у китайских команд, вот, в совместном матче. Ну, понятно, не у наших же. Потому что если наши с китайцами, там еще может быть. Не, наши с китайцами не фиг делать. Там LGD тоже, я думаю, считать не стоит. Потому что эти точно... Где-то когда-то, да когда кому-то точно пошли Рошана убили. Это факт. А вот что делать китайским командам, которые не знают, что есть Рошан? Не, они знают, что он есть. Они просто не знают, что можно убивать его. С другой стороны, они знают, что упадает седьмого Рошана, а наши нет. Тоже правильно. Что насчет StarLadder 7? Какого числа я хочу приехать? Боже, как же меня вымораживает это количество народа, которое каждый раз пишет? Когда StarLadder, я хочу приехать в Киев, надо знать за 4 с половиной месяца. Нет, знаешь, когда летний StarLadder, там еще билетов может не быть нормальных. Ну, типа, да, да. А вот ехать на осенний, там, на зимний... Мизич, вообще. Вообще. Не, ну сейчас StarLadder, это тема популярная. Говорят, тут дают на халяву, там, всем. Бывает, но не всем, но дают. Да всем, ты что, не считаешь интернет? Вообще всем, дают. Читаю, читаю. Приходишь, заходишь в аренду, говоришь, I'm Pro Player Dota 2, и просто сразу на тебя, как эти. Как они? Чайки. Слетаются прям, начинают клевать. Из-за этого все задержки. Не выходят на сцену и так далее. Ну, конечно же, а из-за чего же еще? Валетик заняты. Так понятно. Обилие самок зашкаливать и так далее. Так что приходите, приходите в Киберспорт-арену. Там уже специально сделали трибуны, под которыми можно этим заниматься. Да, мы тут комнаты отдыха скоро сделаем, собственно, будем их сдавать, как знаешь, в саунах. Комната матери и ребенка. Комната матери и ребенка, да, тоже нормально. Вообще, я бы даже сказал, шикарно. Комната матери и ребенка. Нет, ну как бы, если уж штубо-арена была на мировом уровне, себя позиционировала, то без матери и ребенка вообще не обойтись. Нет, ну это понятно. Все ж нынешние представительницы... Через три сезона они как раз будут готовы. Заселить. Вот и я о том же. Сейчас они одним занят, потом другим будут. Ты прав. Сларк улетает в бан вместе с... Outworld Devourer и Мартреткой. Причем где-то по российскому законодательству было, что если вот не рождается ребенок в течение 300 дней после развода, то отцом автоматически считается бывший муж. Классно. То есть если сейчас быстро выйти и свалить... По фасту, по фасту. По фасту, да, да. Как будто отмирал бульдожка. Ха-ха. Или Чирили. Или Чирили. Не знаю, кто там. Чирили Ахи, кто там у них вообще. Кто последний, то ты папа, потому что правил не знаешь. Где-то же была новость, что типа Иван или там 14-летняя телка, то есть беременна, и... Не знает, кто из двоих парней 11-19 лет является мужем, ну, отцом ребенка. Охренеть. Так, ну вот все пока у ДК хорошо, только дизеймов не хватает. Один рубик, это маловато. А ваше, ты уже много, не надо. Сфиксировал цели, поехал. Лупить, нарезать. Так, ну что? Вивер в прошлой игре зашел вообще на ура ура, такий. Бегал он и просто всех убивал, но, опять-таки, там особо враг не сопротивлялся. Этот враг с виспом будет сопротивляться. Будет, будет. Ну, вообще, вот ДК фармить умеют. Грамотно передвигаться умеют. Все у них хорошо. На Рейтинг Старс пока молодые. Осталось научиться только в доту выигрывать. Так, ну, кстати, они же все равно где-то там. Здесь там место взяли, там место взяли. То есть где-то второй, третий все равно сбирают. Сбирают. Не, ну да, мы их хотя бы знаем, да. Ну, как бы сказать, знаем. Хорошо, знаем. Роберни, на сколько шуток ходит. Это да. Ну что, Шэнд Кинг у Райзинг Старс. Я просто пыкаюсь, что скоро, возможно, закроют китайскую стену, чтобы не приглашали иногородних на турниры. А то Альянс приехал, выиграли. Наверное, приехали, выиграли. Ну, корейцы вообще вот сразу, видишь, все просто сделали на Нексоне. Сказали, участвовать имеют только граждане Кореи. В порядке. Нет, с другой стороны, они сейчас свой класс и развивают их таким макаром. Очень хорошо. Это все правильно, мне кажется. А вот когда они уже разобьются, как у турки хотя бы, одна команда у них будет хорошего уровня, вот тогда уже можно будет опускать там и Нави, и всех, кто хочет халявить денег. Зная Корею, да, и, скажем так, корейский киберспорт. Но через неделю у них, да, будет команд 10, ты прав. Таких сильных, то есть там пацаны такие, что ого-го, схватывают на лету. Меня больше пугает, что вот раньше, я же думаю, у них были дотеры, все равно, как бы даже если у них официально там не поддерживалось. У них был когда-то Чу, я одного знаю, Чу. Просто если даже политика Валов там не занималась ими, так в платную, как сейчас, у них все равно были дотеры, почему мы о них не слышим? Ну, это потому что, типа, там у них нет ни серверов, никакие серверы, ну вообще, короче, потому что они любимые. Ну а с Кореи до Китая там не очень далеко? А, ну, а пинг там вообще забей, там пинг идет непонятно куда, короче. А, типа через... Кореи до Китая там пинг как от нас до Китая. Через США и так далее? Да, 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 да. Там пинг такой же, как от нас до Китая, то есть там неиграбельно, кажись. Ну, а что там еще? Австралию добавили? Вроде как. Или нет? Сейчас. Нет, добавили, добавили, Австралию тоже довольно давно добавили, ну что Австралия? Да, точно, как вариант, просто вот, для меня, например, Украина там, Дальняя Украина, какая-нибудь Франция, то есть если там будет серверах, то все приемлемо. Ну да. А в Парасане примерно то же самое будет. Хотя, с другой стороны, тут ретерсельсеров дофига стоит, а где ты их будешь ставить между Австралией и Кореей? Где-то на островах, в Индонезии, в Малайзии, в той же. Да? Не поздно приезжает, просто пигмеи спиливает. Еще на Гавайях можно в дотку сошпилить. Я, кстати, заходил с Гавайи с отеля тестить пинг, это вообще забей. То есть до ближайшей земли, настоящей, 6 часов самолетом лететь, и типа вообще бородать, что-то там, пинг, 900, 1200, 900. Господи. Это вообще страшно звучит. Поэтому вы не знаете ни одного гавайского дотера. В Гавайях-то, мне кажется, есть чем заниматься, кроме доты. Ну, это да, это факт, кстати. Очень приятное место для не дотеров. Ну, дотеры могут смотреть вводы с Ютуба, например. С большой-большей задержкой там. Рекламная нормально показывает, остальное так, лагает. Остальное до фени. Так, или Шрака добрали. Неплохо. Вот тебе дизейбла, нюкс хороший, или Шрак хороший. Слушай, это дабла в миде сейчас будет. Думаешь? Они уже так делали? Мне кажется, что просто... Так делали не они, так делали кто-то другой вчера. Я не могу вспомнить, кто. Но Лишрак, Нюкс Ассасин вчера была дабла в миде. Просто мне кажется, что Лишрак соло пойдет просто убивать темпларочку. Ну, тут понятно все. Да, Ланая в миде. Висп, Джиггернаут. Сэнд Кинг, Трипла и Дарксир в сложной. А здесь будет этот. А здесь будет действительно. Вот Кю-Кю-Кю с Супером пойдут в мид. Видимо так. Вивер в хард. И дабла на топе, который, кстати, убивает Дарксира. Да, и довольно неплохой получился пинг у Кам. Пик. Пинг, боже. Довольно неплохой пинг. Пинг довольно неплохой и у меня. У меня пинг лучше, чем у тебя. Да есть же. Будь того не может, ну-ка. Да. Ровненько на 11 у меня лучше. Но у меня на 2 писало. Ну, это такое. Вот 459, 470. Ну, вполне играбельный такой пинг. Я знаю парня, которые на 700 пинген скорее играли где-то там. Ну, тоже нормально. В первой еще Warcraft и ничего. Я... То есть, нажимаешь, сделаешь блокмастера, заказываешь сапилочку там и так далее. И уходишь покурить. Опа, сделала. Я помню где-то по доте, уже, наверное, даже второй, был какой-то турнир. Азиатский. Где-то надо было играть на Сингапуре. И в него зарегалась русская команда. И эту игру даже комментировали. БТС. Или еще там кто-то. И там просто русская команда, тролль-команда. Какая-то там с продотки или откуда, я не знаю. Играла против каких-то там, короче, сингапурцев или малайзийцев. Тоже на пинге 540 там пацаны катали. Ну, там такая была дота. Они тупо ржали всю игру в чате. Эти типы. Ну, типа, зря... А, Госу Кап Азия это был турнир. Вот, Госу Кап Азия. И они, кстати, умудрились еще и одну игру выиграть. Красавцы. Знай наших. Да. Просто на пинге 540. Пошли, надрали задницу каким-то там сингапурцам. Так, а выйдет ли драка сейчас внизу? Деката Кэта что-то выходит? У них даже смог есть? Если бы они пошли вот аккуратненько, вот как-то вот так вот. Ну, что ты делаешь? Или это я делаю? Это не я и не ты. Короче, в чем фишка? Я жму контроль и прошу кривую линию. Она заполняет пространство между ними. Не, у меня все нормально. Ну, ладно, ладно. Все. Ну, я твои линии вижу нормально. Прямые линии? Нет, кривые. Ну, кривые. Одиночные. Одиночные. Все, норм. Просто у меня еще все пространство между ними он там заполняет. То есть, соединяет концы и прям хереначит на полную заливку. Я не буду рисовать. Ну, можешь рисовать. Нам видно все нормально, то, что ты рисуешь. Я вообще могу так, вдруг обвести, у меня вся карта закрывается. А не, у меня нормальный кружочек нарисован. Белая карта, лол. Прикольно. Ничего хорошего. А какая разница, боже, тебе она сильно надо? Ну, нет. Все равно приятно. Так, XTT. Товарищ, который раньше играл в команде VT Gaming. Перешел он в Rising Stars. Играет на Dark Seer в сложной линии. Против него Burning на Lifestealer. Как мы и предполагали, ММА на Рубике идет помогать. Вот в миде у нас супер на Никсе, а снизу... Где Лишак? А Лишак в инвизии пошел топ, а попробовать гангнуть. Вот такое. У РТК все может быть хорошо на топе, потому что его... На ботами его никто не будет гонять. Так, вот капитально, потому что у Виспа 0 армора, нету атаки хорошей. Ему тяжело хитаться с вивером. Габа Скорпион ему не особо помощник. И они либо сейчас как-то вот за стан пытаются его убить... Нет, ну теоретически они могут его убить, если хорошо подстанет Сенкин, потом с Тезерят там... Да-да-да-да-да-да. Но, опять же, надо, чтобы все очень хорошо получилось, и потом будет какой-то вижен, чтобы Висп мог дать пару тычек убегающего вивера. Ну, посмотрим, смогут ли цепануть. Мы видим, что нету здесь сентрей, то есть пока... Какой-то атаки на вивера можно не ожидать. Как бы РТК будет абсолютно спокойно, так же, как и в прошлом матче себе стоять. Все будет окей. ХТТ вообще свалил в лес. Нормально. Да, почему бы и нет. Ну, типа, он понял, что там стоять будет довольно невесело, к тому же еще Лишак бегает изобилия. Так, народ, вы спрашиваете в чате, если дилей нет, дилея нету. Это лан-турнир, и оргии не требуют дилея, мы его и не ставим. А они, кстати, поставили в Дота ТВ задержку 10 секунд? Без понятия. Потому что это как-то неудобно по отношению к тем, кто смотрит через Дота ТВ. Ну, как бы да, ну, 700 человек смотрит, то как-то нечестно получается. Те, кто в Дота ТВ, получается, через 2 минуты только узнают, что если не поставили. Ну, я думаю, поставили, типа, опытные все-таки тогда. Сколько бандитов в элитном чате тут у меня спрашивают. Я без понятия, ребят, серьезно. У меня тут есть элитный чат. За 5 баксов? За бакс. О, нет, за бакс норм. За бакс вообще норм. Так, в натуре элитный. Там не флудят. Не, они флудят, только умные вещи. В центр, в центр смотри, фэсблат будет. Смотрю. Поднимают, минус мана, Эйр не сможет спрятаться в мэлт, копает его, лишь ракстан и 1-0 команда ДК выходит. Все очень просто. Какой намататоп получил приз. Кстати, вот этой фигни не было. То есть мы этого не видели. То есть это видели люди в Дота ТВ, да? Да, теперь вот показывается, и даже где-то было, что ТС что ли выиграл шмоточку. Иксмайк, Иксмайк выиграл. Иксмайк, ну кто ты, да? Это было вот Суперлига как раз заканчивалась, ДСЛ. Тонг-фу против ДК от последней матчей, и как раз Иксмайк выиграл шмотку. Рот ТК проседает очень сильно снизу, это первый фраг команды Райзинг Старс. Подставился, подставился он. Что-то тянул. Кстати, можно было на пофигу просто бить Ксяо тут же. И может быть и убил. И он бы его убил. У него же есть Шикучи. Есть Шикучи, Джиммед Атака тоже есть. Ну он как-то странно вообще. Мало того, что он странно убегал, он бежал тупо прямо, не стал мансовать там куда-то право-влево за Крипа, за Тавр. Он просто бежал прямо. Так еще и к тому же не дамажил. Что и наказали? Так, Алафсель пытается то ли Тавр подпушить, то ли я не знаю. Так вот он стоит. Ну, вроде до скаты пришли. Что там, слушай, Шрака? Шрака вторые диаболики, да. Минус Тавр будет пытаться не сделать. К тому же имеется сич Крип. Типа, почему бы и нет, Крипов поразбивали побыстричку, и Тавр сейчас упадет. Жалко, Базилы нету. Да и без Базилы. И смотри, нет, Тавр за деф, это Дарксир. Причем, если сейчас все грамотно будет, то он сможет его еще и заденайть. Нет, не сможет. Еще быстрее надо сделать было Катя, к сожалению, она сдохла. Ну, тогда придется Дарксиру здесь оставаться, потому что ДК сейчас вернуться к этой вышечке. Если я не ошибаюсь, они глиф не тратили на этот Тавр, поэтому еще один раз у него точно будет. Да, 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 глиф есть, не на кулдауне. Просто, кстати, русские команды, европейские команды очень любят, как только Ишак поднял руки, сжать глиф. А Ишак еще и отменить, кстати, может вообще в западляночку такую плотную. Я, кстати, не знаю... А я не могу не нажать, он типа руки поднимает и все, и без пользы стоит, и тоже так. Не парят страты. Вот, я тоже об этом же сказал сегодня. Мне очень нравится эта фраза, вот еще с того, Интернешнл. Просто не палят страты. Эйр, а в миди принимают, но на этот раз надо было начинать все-таки с Моноберна, нет? Жук тупой. Да нет, мне кажется, надо бы просто И3 поставить, чтобы все могли бить, а не выдавать стан за станом. Нет, тупой жук, то есть дай Моноберн, там не будет просто-напросто Мелда и все, и в чем проблема? Так, у них не трое, а они могли избить этот Мелда? Да, могли. Лайк НП, но... Чего-то они бы не поставили, и сразу с Эдриха, которые были. Да, странные пацаны. Не, они поставили, они поставили только поздно. Они поставили, когда Алишак дал последний стан, и все уже развернулись сваливать. Пишут, жук тоже просто страту не палит, все нормально. Может быть, да, там Мидас тебе на Икс... На Икс тебе Мидас взял. Нормально, что-то у Бернинга дела идут, короче, сейчас Тауэр. Да, сейчас Тауэр заберет. Икс, а вот тут же минус Вивер второй раз. Что-то у РТК сегодня не задалось. Да-а-а-а... Подхилинг Вардом, второго уровня, и сейчас заберут Жиди. Ну, я же не придешь, потому что... Смотри, сюда бежит уже Жук-Паук шестого левела на хосте просто. Это минус Висп, прям чувствую. Телепорт на Т2. Жук-Паук заходит. Не палится! Боже, он такой жесткий. То есть, ну, ладно, поймали с Никинга. Не, ну, в любом случае, он такой жесткий. Почему он не зашел в Вендетте, там, я не знаю. Зачем, если он так убивает? Нет, вот, кстати, вот у него появились Арканы. Да, и начинаются сейчас неплохие побегушки. Согласили, Рон вот тут наметился на долгий гейм. Сейчас, пока у него есть Мидас, его надо ходить убивать. В Ланайе в миде будет пытаться сейчас убить Супер вместе с Лешраком. Ну, и на этот раз должны убивать. Стан. Сейчас Диаболик надо прогреет, хорошо. И минус Эйр. Опять-таки... Хорошо подошел МОВай. Вдвоем бы, наверное, не убили. Убили, да, без Рубика? Или убили бы? Оп. Ну, еще один сталман нету, поэтому думаю, что не убили бы. Да, то есть она бы ушла. Она бежала бы по Сентери, то есть ее бы видели, но достать нечем. Как бы Диаболики сбивают понемногу, по чуть-чуть рефракшн, но все равно достать довольно тяжело. Чуть-чуть, по-моему, четыре раза в секунду, нет? Что-то такое. Диаболики бьют? Точно бьет ДС, значит, и Рот Пуджа четыре раза в секунду, и за секунду съедает что рефракшн, что Ливен Кармор. По Диаболике, сейчас я тебе скажу, где-то было, как часто они бьют. По-моему, 0.75. Один удар в 0.75 секунды, получается? Да, да, сейчас я тебе точно скажу, сколько. Ну, где-то на плейдоте должно быть написано, потому что... Я уже лезу. Псар. Так, Сент-Кинг у нас мы видим, три крипа убил, четвертый левел у него, Жук-паук уже восьмой. Не, ну это просто Жук, Жук-паук это вот этот вот, где там он. Вот это вот. Большой супер. Ротека. Жук-паук. Ну тут пишут в чате, что ты врешь, что чаще, чем раз в 0.75 секунды. Я вот поэтому сейчас и гуглю. Сейчас мы все знаем, мы не вносим дезинформации, только точная информация. Ну вот такая сейчас была интересная атака на вивера пятого левела, то есть висп вместе с джиггернаутом и вот так вот решили еще его убить. Ну это вообще бред какой-то. Вот, 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 ребят, вот то, что вы сейчас видели, вот такого больше не делайте. Вот вообще не делайте. Даже в пабе, даже если вы пьяные в пабе, даже если вы пьяные и обкуренные в пабе, не делайте никогда вот такого. Это плохо. Так нельзя в дозу играть. Ну и смотри, у нас 8 секунд длится Диаболик, 32 взрыва. Раз в 4 раза в секунду? Раз в 4 раза, да. 4 заряда он в секунду снимает. Ну то есть полторы секунды висит рефракшн, как бы... А если еще кто-то руками бьет, за секунду, если вдвоем. Шикарно. Ну и что вот пуш, что ДС, они все отлично снимают эти вот дерево, ланаю, хорошо пробивать. Не, ну мы помним, что против ланаю самое лучшее контракт действительно Дарксир, либо Виновансер. Веник еще такой, то есть, конечно, у него просто много ядов текает. Да, ну лучше всего Дарксир, это однозначно. Не раз мы видели, как... Ставит соло мид Дарксира против Эпларочки. И дает довольно плотных он люлей, собственно, Дарксир. Ладно, в любом случае, ДК продолжает спокойно себе фармить все линии, то есть в миде у нас Супер фармит. Вот именно, что фармит, ланая особо не подходит, хотя 29 на 8 есть Крипстат, но, извините, у Супера 43 на 15. И 72 на 18 у Бернинга на своей легкой линии, до Т2 Таура уже добрался. По деньгам 3200 ведут ДК, вот по XP, правда, только 600 XP, совсем чуть-чуть. Ходи Бернинг, вот он обычно хорошо чувствует противника, то есть отходит, когда понимает, что его сейчас пьют гонгать и так далее. Но теперь же есть Висп и Джекернаут, от которых ты не можешь уйти, просто рейдж спаут. О боже, мне принесли только что просто-напросто мою мечту. Это 08 стакан Кока-Колы из Макдональдса. Оу. Ну что, что, простая Кока-Кола бутылочная, это фигня. А сколько доставка с Макдональдса? Нет, мне тут принес товарищ, который на работу едет мимо. Вообще у нас доставка 60 гривен стоит из Макдональдса. У нас на арене очень часто бывает, знаешь, вечером просто бегает кто-то. Я ж брал. А да, ты ж помнишь, да. У нас очень часто, ну, раза в три в неделю точно доставка с Макдональдса там накапали. Очень удобно, там нападают на XDD сейчас, хорошо подкапывают и минус. Кстати, АВИСПа еще можно убивать. Они не знают, кто рядом есть. Ты же понимаешь, что вот Абриори играешь против просто редкостных задротов, которые всегда будут пятером. Ну, кстати, убили только одного Рубика. Мы видим, что здесь проблемы огромные. Укс КТ, он пытается убежать. В него вцепился Бернинг, убивает его. Ланая должна отсюда уходить. Да, Ланая ушла. Рубик Байбэк просто. Так, а Джиггернаут стоит, что-то тут он ждет там. Вообще плохо, что они умирают для АДК. Ну, да. А сами дают только Рубиков и прочее. Ну, в любом случае, да, мы видим, что у Найкса действительно все идет вообще просто пучком. Есть Фейзы, есть Мидас, там Броссерочек, Косарь 200. То есть, я так понимаю, будет он барабаны-таки покупать. У него уже ГПМ 500, то есть полуалхимик он сделал. Да, от Тавра только один упал. Все впереди. Залетает Висп, Джиггернаута. Круто летит вообще. Ну, это что это такое сейчас было? Ну, так Виспом, кстати, я когда-то в пабе залетал. Перевыше, прямо под фонтан. Прям под фонтан. Так, и барабаны почему-то тебе взял. Смотри, что делает просто супер сейчас. Супер, блядь, супер, говорю. Бернинг, так, и они сейчас хотят забатить на РТК. То есть, он подпушивает Тавра так в наглую. И он по дороге сейчас просто-напросто поймает желтого Джиггернаута. Да, и должны его убивать. Супер, копает. Тут же Найкс, и минут все туже. Вот что, молодец, Нюхс. Он не стал ждать вбить сурки, да, просто долстан. То есть, понимаешь, что это тоже хватит. Его все родовать придется. Буквально вчера мы с Каспером тоже в эфире как раз-таки обсуждали Никсов, которые не... А, и на финалах Старладера мы тоже обсуждали, что... Иногда, и не иногда, даже больше, чем в 50% случаев лучше копнуть, чем бежать вот этой, нанести этих 200 дамажей или сколько там винда-то это дает. К тому же, если ты вбегаешь с противников, лучше дать издалека, да, это МПЛ свалить, чем вот ты дашь МПЛ и в толпе такой стоишь, типа, ребята, не бейте. Тут типы пишут, что какой-то уровень аматорки даже ниже. То есть, вы хотите сказать, что LGD Int проиграл у аматоров, да? У Веспяра хорош. Еще улетел. Ну, царь вообще цепанулся в ХПТ, а Бернин цепляет. Там будет сурж, если что-то не так. Аматорка это вот у Хованского на Кубке Раков, а тут еще ничего. Нет, там вообще жесть-то, что-то там такая жесть. Я сейчас с Мэдисоном там играю. Да? Ты участвуешь на Кубке Раков? Да, да, да. Главный рак. Серьезно? А кто у тебя в команде? Мэдисон, Гудок, Кейк, или Бай, Кейк, наверное, и Хищник. Пока так. Так у вас какая-то команда слишком жесткая, как для Кубка Раков, это нечестно. Да, поэтому Гудок уехал в отпуск. А кто вместо него? Он его знает. Я не занимаюсь подбором кадров. Я понял. И когда у вас первая игра? Да. Уже была, и следующая будет, по-моему, завтра. Или в субботу. Я понял. То есть вы очень жесткие, да? Да, да, тренируемся, ты чё? Это вообще, Барда. И как Мэдисон умеет в доту играть? Гарит, рак решайший, говорят. Гудлайки делает. Гудлайки делает? Да ну это забей вообще. Рубик спер трапы на парочке. Теперь заставляет в центре. Блин, меня бесит, кстати, вот когда воруют трапы, они разноцветные получается, они немного путаться начинаешь. Так, полетел Сворм, всех заразил. Трэпа взорвалась, капнули ксяу тут же, он без маны, здесь же виз подняли ксяу тут же. Они его не бьют, они его просто держат на месте вот всё это время. Да. Я вины ждёт отойти. Чё у нас получается? У нас получается, что Лишрак снизу и в пятером в миде Райзинг Старс. И не знать, чё делать. Бёрнинг, Хелм оф Айронвилл, братюня, давай Доминатор, я тебя прошу. Просто прошу Доминатор, хочу Джакала Найкса увидеть. А было такое? Не, ещё не было, но... Джакал вертолёт-то все знают, а вот... Джакалокоптер все знают, да. Так, смотри, сейчас забегает супер большой. Ну, угадает, опять, или нет? Угадает, конечно, я уверен. Это же читаки ещё те. И смотри, а не, не угадал. Не, ну он боится. Или угадает. Нет, они знают, что противник где-то там, просто боится заходить, потому что мало ли что там их ждёт. Виндетта, первый уровень, девятый уровень. Да ладно, ничего он не должен бояться. Это же, он же супер, а внутри у него бёрнинг. Как вообще эти два типа могут что-то бояться? Они должны бояться, я не знаю, только Фаника. Фани, кстати, Доту сейчас стримит. Красавчик. Вообще какой-то бешеный. А ты видел с финала Фаленвара, где там эту статистику делали по командам? Типа команда Na'Vi там, TeamFight десяточка, там, SoloMid десяточка. А, кэрри четвёрочка. Кэрри четыре, да. Это очень удобно, когда тебя недооценивают. То есть хвосту просто взяли, так достали и просто по лбу. На, на, на таких плотных-плотных лещей надавали. Я бы обиделся вообще. Ну, не знаю, ну чё четыре? Ну, а сколько б ты поставил Na'Vi? От кэрри. Я бы с упортом поставил бы, наверное, девять семь. Если сравнивать с вернингами и прочим, то, ну, семёрочки, да. Если сравнивать с европейской Дотой, ну, явно больше. Не, ну, европейская Дота забей. Мы видели тут просто на финалах Старладера гениальных европейских кэрри, да, которые там в КБ они нажимают два раза подряд или три раза подряд. А потом в интервью говорят, я не хуже китайцев играю. Может быть, даже и лучше. Главное КПД. Ну, это такое. Зато он топ-2 Дота бафа на Деструйерах. Охрененно. А НС топ-1 Дота бафа на Морфах и чё? Ну, только и зачем Дота НС играет на саппортах? Ну, не знаю. Вот он играл на Морфе против Эмпайр позавчера. Да, плохо кончился. Там Саппорт Морф был, там, такое. Ну, да, но всё равно. Роминг под Ма, Саппорт Морф. Листика-то не берёт, но проблема у Бернинга. Бернинг, ну, вот так вот, да. Просто. А, кстати, вот, опять же, Молк сейчас с Жигернаут с ульты ему сбить. Ну, не захотел. Вот просто отпускают. Зачем? Ну, просто, может, думали, что... Не, ну, убьют, они же его убили. Их черпера. Пятеро. Пятеро. Просто убиваешь. С ульты, мало того, что он очень много дамежа внесёт по Бернингу, который вот уже выйдет полумёртвым после ульты. И добить с любого стана. Там тоже Скорпион был рядом. Пишут, Лода и Блэк намного круче, чем хвост. Не, ну, Блэк вообще круче всех. То есть, это бесспорно. Это же Блэк. Он просто фармит... Это потому, что он чёрный? Как рассказывал Габлак, хороший, говорит, чувак, за игру дал ровно четыре слова инфы. Когда он сказал, «Окей, гэнс, I'm ready to go for the Rappier». Всё. Это всё. И он выиграл 10 рарочек здесь. Да, это крап. Ну что, Рошан падает и забирает его здесь ДК, не успевает. Команда Rising Stars напасть. Трэпл взрывается. Замедлять, ещё один будет. А я не успел зарядить. Ну, в любом случае, блин, трэпл, конечно, стоит. Те с зелёными, те с красными хп-барами, чтобы вы понимали. Вот красный хп-бар — это ворованный, зелёный — это, собственно, свои. Уланайки. Ещё би-ви понимали, что к чему и как. Ты же в курсе, да, что трэпы заряжаются со временем? Ну, конечно. Сначала она даёт 30 секунд, а потом по 5 секунд каждую секунду. 30%, а потом по 5% за каждую секунду, да? Или как-то так. Или не так. Где там эта ланая големая? Посмотри, отличная стеночка. Пытается стянуть. Не дают стянуть XTT никого. Он умирает. Зацепляет также джиггернаут. Очень быстро он не выходит из стана. И просто пошла в погоню за виспом. Ну, висп тоже здесь, конечно, умирает. И минус 3 просто на равном месте. Ланаю тоже пытаются цепануть. Встянули её. Вот они ванды. Ланаю копают. Ну, вот всё. Вот посыпалась команда раздельная стана. Не аэгис, не потеряли ничего. Минус Т1. Сейчас заберут Т2 через диаболик. Они пуловые. Просто пуловые команды ДК. Сейчас будет какая-то мека. Есть мека? Есть баклер уже у Бешарка. И на хридресочку. Падает 1 Т2 Тауэр. Т1, Т2 Тауэр. Минус 4 и минус Рошан. Как бы вы понимаете, насколько это много. Сейчас, если я открыл график по голоде, уже видно вот этот. Скачок вниз такой. На 4 тысячи-то. Ну да. По графикам, вау. Вау. Сразу так. 11 кусков. И мы видим 7500 по экспириенсу. 5-5 голды. Там уже почти 12 тысяч перевес. Они просто сейчас. Потому что вся команда Rising Star стоит в центре. Не понимает, где центр. Кто только что был. Сейчас все схрестили пальцы. 8-0-0 в Киеве. Укстримчика только что началось собеседование в посольстве. США. Третье? Третье уже, да. Чё, то есть у меня же в понедельник. Тебе же в понедельник. Ну тебе должны дать. Ты же студент. Того. Надо подготовить будет речь вступительную. И папочку. Да, кстати, я довольно долго готовил. Я так настраивался. Все дела. Так, супер. Проседает, супер. Ой, ну проседает. Он умирает. Не успевает. Улететь. Еще Нюкс хорошо зашел, подкопал. Кселуэйт. Так все, вот тут же. Все хуже. Уже Бернингу вообще плевать. Он просто идет и хавает. Смотри, там, кстати, Лишрак может умереть. Нет, вот она Мека. Стенка от Дарксира довольно поздняя. Подняли Эйра. Разрывает его тут тоже. В запчасти. Клав. И при этом трэпы все еще замедляют бедного XTT. Да, и супер еще и прыгнул. Начинает его блочить. Секунда, секунда, сейчас будет подкоп. Попадает, хорошо, и минус XTT. Опять четыре в ноль. Пять четыре в ноль. Кстати, из русских же еще никто пока не получил визу. Так что в понедельник ты вообще первый будешь. Лост, нет? А, лост, да, лост. Вон по программе, когда вот уже у тебя одна виза была, просто подаешь заявочку, получаешь еще одну. Ну да, но Смайл точно по той же вот подал уже. Так что у Ласта и у Смайла, по-моему, подал. Говорил, что подаст. Да, вот у кого еще визы не было, у нас вот только-только начинают. Было только у Ласта и у Смайла. А, и у Сайлента, да. Сайлент третий кто-то по такой системе получит. Сайлент я, да, очень много этих информаций скидал по этому способу. Так что... Просто понимаешь, в чем проблема? Ему в том году делал, как его зовут, чувак из АМ-5. Грув? Не из АМ-5. Грув, да, делал ему эту визу. И сейчас, что он регался на сайте, вводил свои данные, ему говорят, что такой чувак уже есть. Ему нужен был аккаунт Грува, он очень его искал. А, я понял. И я там надрываю. Грува очень легко найти, как бы. Ну да, 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 нет, просто я у меня спросил с кайтом, все. Получилось, вы быстро его нашли. Сайлент будет-таки на Интернешнале. Это хорошо. Габлак тоже, ну, Габлаку виза не нужна, так же, как и мне, потому что у нас в Украине на 5 лет дали мне Габлаку, Фанику и Дэнди и Хвосту. Так что мы все в полном составе будем. Ну вот вопрос только в четырех игроках команды Virtus.pro. Ой, супер, супер, здесь нападает и на двоих, мог двоих копнуть, но почему-то не стал. А он что-то и удар не сделал. Че-то он и не закарапасил, он просто карапаси нажал. Лол. Не, ну мало ли. Не, ну теперь надо драться. Так, смотри, решили драться. Есть шанс. Бернин. Встанга. Отлично, брос нас. Встанга вдвоем исполняют. Я смотрю на этого Рубика, а Рубик тут погиб, к сожалению. Смерть у храбрых и ульта осталась у Джиггернаута. Он сейчас должен просто прийти. Сейчас на развороте пролетят... Прыгай! Хорош, красавчик, прям, тащи! Вот, два друга пролетели. Ты смотри! Смотри, забирают Ишака, он выкупается быстро. Также забирают... А, истоп, не выкупаются. Я заступил. И смотри, у нас сейчас будет еще минус Бернин. Да. Вот, прибежал РТК. Бернин сейчас вылезет после того, как потерял Аэгис. Там РТК возвращается в таймлапс и убегает отсюда. Бернин вместе с ним. И вот вдвоем пацаны из ДК уходят. Подкопают, подкопают. Там байбэк Никс сделал. Немножко поздновато, наверное. Бернин умрет здесь. Бернин, залази в кого-то, мужик! Нет, не умер. Очень круто подкрутил Джиггернаута, забузил армлет. Да. Красавчик, просто лучший. Клик, клик, блин, такой экшен пошел. На развороте надо играть. Супер улетает отсюда. Джиггернаут улетел и там Пларочка пытается убежать. И в той команде есть супер. Два супера. Ну, большой супер и маленький. Да. Один супер с знаком восклицания, второй без. Их статэ. Тоже нехорошо скрятался. Его нашли, его поймали, убили, не дали сделать сюрж. Ну, в любом случае, вы понимаете, да, что как бы в этой игре команде подрастающих звезд уже абсолютно ничего не светит. И как бы, ну вот, играют они, потому что, ну, не ливать же, правильно? 12 хп, 15 голды. Да, очень много. Ну, да, поубивали они немножко, потому что он очень тупанул как раз-таки супер на нексей, который прыгивал, что-то там, то Карапаси нажимал, то еще что-то. Как бы Карапаси, это, конечно, клевая штука. Только не тогда, когда ты блинкуешься в троих и его нажимаешь. Литкуешься такой, Карапаси! И все такие, вау, вау, мужик, ты че? Хадукин? И поехал. Хадукин, да. Так, что? По миду? Или куда? Нет, все-таки супер побежал. Они сейчас видят Эйра, и там уже есть супер. До свидания, ласковый мишка. Вижена нету, но сейчас он с диаболиков добьет. Ну, так попроще решили. Горы не так прост. Горы не хочет, чтобы у него скилили. Короче, когда вылезет из Найкс, просто костяшки такие вылетают из трупа и летят в каждого соперника. А, я этого не видел. Здесь просто моментальный дамаж проходит, а там он не моментальный. Так, и Ксяо тут же улетает, нечем ему сбить. Тут тэп аут. Такое сообщение клявое. А сейчас пойдет знаменитый китайский фарм. Кстати, вполне возможно. Тут Гороша на 3 минуты, почему бы не пофармить? Знаменитый китайский получасовой фарм. Вчера, кто помнит игру IG Orange, тот понимает о чем я. Ты не смотрел случай? Нет, я вчера, у меня практика сейчас, я с 9 обычно до 7 вечера где-то так практикуюсь. Что ж ты делаешь? Вчера сделали для набойщиков 60 GPS-плат. Я понял. Действительно полезные вещи делаешь. Вот именно в этом году, именно очень полезная практика. То есть у нас там, я не знаю, лямов 700 на 800 отдел, в котором я сейчас сижу, закупили до станков всяких разных. И там все входит от того, что ты просто с текстолита делаешь плату и потом полностью готовый продукт отпускаешь. Я понял. Ну что, у меня в институте практика была настолько бесполезная, что я вообще не могу ее даже практикой назвать. В центре они супер, не отдал вышечку. Да, но там, кстати, могли-то спадать виспа, его сыванули, опять-таки, этого же виспа. Там помогали все команды. Нету команды подрастающих звезд, можно подраться. Ахамада там атака уйдет, и смотри, как хорошо двоих копнули, тоже в отечку копнули их с ДД, стенка стянули троих. Мека есть, нет, мекки нет. Ну вот Рубика забрали, один в один уже размен. Ну, Эйр тут тоже встрял. Горит он очень серьезно. Супер. Не встрял, вот хороший стан какой, ку-ку-ку. Его, этого Нойкса, Никса, то есть. Ай, лол, закрапасировали, и Эйр пытается уйти, пытается как-то там заэвейдить еще. Ну, это не вариант, конечно. Минус пять, Тим Вайп за одного Рубика, 22 на 7. Парам-парам-пам. Да. Глад, какой будет следующий матч? Да этот еще не закончился. Ну, а вообще следующий LGD China против Витси Гейминг. Кстати, неплохой матч должен быть. А потом будет IG против новичков из Роял. Ну, там должно быть мясо. Потом будет Оранж против Витси. Должно быть интересно. Потом будет EMX против LGD. Это тоже будет, скорее всего, мясо. Потом будет IG Витси. Потом будет ДК Тонг-Фу. Потом будет ДК LGD Int. Вот так вот. Вот последние два матча дня вообще просто шикарные. ДК Тонг-Фу и ДК LGD Int. Мне нравится. Мне больше всего нравится, что в китайской диаспоре такая вот система сложилась, что вот LAN закончился, делаю другой LAN моментально, следующий. Все команды собрали, они там играют. LAN закончился, делаем следующий. Ну, то есть, понятия как онлайн у них практически нету. То есть, да. Ну, вот был Alienware, это единственное исключение какое-то. Я не понимаю, как так получилось, что вот этот онлайн-турнир провели, ну, там призовой довольно большой, да, MasterCard выделил. А так все LAN, то есть, G-лига, G1-лига, DSL. Супер-лига, да. Да-да-да. И вот сейчас Red Bull сразу же, ну, после International стартует Ace-лига, про которую давным-давно уже анонсили ее там с миллионом призового фонда. Так, G-Dragon, Roshan сейчас путь, не дают дать стеночку XTT. И Сберинг забирает Roshan. Air проседает очень сильно. РТК сейчас, ой, как больно бьют там, просто-напросто Рубик убил двоих. Вот супер с Вендеттой. Еще минус, Бернинг тут уже такие куски откусываешь, что-бого. Рубика опять убили. Так, Висп тянет время, улетает, вернет через 12 секунд и умрет. А мы пока понаблюдаем за Ксяу тут же, ну, типа Ал. И Висп. Хорош. Кстати, близко к таймингу. Да, то есть он считал, но вот немножечко недосчитался. Потому что на этой лиге Реттлснэков нет. Есть они, они просто стартуют только завтра. Они все свои матчи будут играть завтра. Реттлснэк. Все пять. Так что завтра для всех фанатов Кванти Гейминг и... для Габлака просто must-have, must-see день. Может быть, завтра даже с Габлаком договоримся, чтобы он покомментировал с нами. Матчи Реттлснэка. Интересно будет послушать, что он думает про этих пацанов, с которым уже через три недели играть. Мама дорогая, до Интернешнла три недели осталось. Это борода. Борода. Так вот еще, потому что с тобой проблема, что даже если визу дают, ее пока сделают, там, беда. Не, ну, ее делают там... Ну, там заявочка 2-4 недели была написана, то есть. Да, но ее там, по-моему, за пять дней уже, когда дают тебе визу, то что за пять дней она уже у тебя будет в паспорт. А там уже сходишь, сам заберешь. Да, вот там падают на Эйра, хорошо, что по XDD попадает. Да, потом по двоим, но Эйр тут, нет, смотри, Эйр живой, мекарь его похилил. Да, мека через Виспа прошла, то есть. Дарксир красавчик вообще. Вот Дарксир все делает классно, только что демеджа не хватает и... Ну и Супер тут догоняет еще и второго Супера. Супер килл супер просто. Ну, кроме ДС и Скорпиона, там реально Джаггернаут и Темпларочки не вписывают пока демеджи, им просто не дают подходить. Очень много дизейблок добрали вот за последние два пика. ДК. Да, ну, куд гейм. Вот и все. Спасибо. Я пошел тогда. Иди, практикуйся. Да, да, всем пока. Если вернешься или завтра утром захочешь... Я в 7 вечера сегодня вернусь. Я говорю, если завтра утром захочешь проснуться в 7 утра, то просыпайся.